с миром принимаем вот рядом Магдан Тихонович добрый день у нас все записывается и вставляется в интернет вы не против но у них нет священника они уже 6 лет не причащались они только он чтец нету священника у них он вот спросил ну как бы я сказала что я вас знаю знаю деревню православную в России вот и он спросил меня у вас спросить как ему быть ну или помолиться за них ну как часто они причащаются это раз в год причащаются нет нет 6 лет не причащаются 6 лет 6 лет это многовато можно съездить а что в ближайшего района какого-то центра города нету у них самая ближайшая церковь сто с чем-то километров 180 кажется это недалеко гречи с каноников это не знаю далеко отец Аким говорит к нему приезжали сначала едут на собаках потом на оленях да и то только зимой а там хозяйство большое а все оставляют и едут ничего нет нормальная жизнь вот такие святые отцы которые большие монастырь имели как у сава освященного там сейчас под этот не могу назвать они не не хотели священника иметь они приглашали его со стороны если причина в житьях прямо указывается чтобы не было раздора видите как если два человека на одну должность два медведя в одной берлоге не уживутся счет так ушла в листа подними голову то вот но я не знаю почему так вот но два инженера два плотника они свободно живут в одном месте а два священника это уже какая-то ревность или что там у них у нас два то никогда не было у нас был один здесь 2 но он проявился как никакой он все себя считает сбросил уехал вот его батюшка разрешал другой город уже ездит он и так как отец таким как благочинное алтайского края от русской православной церкви за границей поэтому для нас этот вопрос не животрепещущий мы это уже думали на что вот сейчас если мы спрашивать люди идут не дай бог отец таким умрет или вы умрете я остался в книгах в делах на youtube и везде я фактически так как бы и присутствую а вот с отцом акимом если он отойдет это вопрос будет я не пойму почему так потом ладно будет видно нет как-то посередине чтобы было выжить слога пространство над головой еще раз дернись туда во космонавт наушников повыше маленько еще 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 поднимись вот так вот хорошо и на это надо смотреть как господь благоволит 180 это небольшое расстояние раз в год съездить раз в год если узнали что там раненый сын лежит каждый день будут ездить я считал один воспоминания дает свое в америке русский приехал но у него ничего не знал ну и познакомился с баптистом этот баптист ему приезжал чуть не каждый день и называет такие километры сейчас не могу что не меньше чем 180 приезжал для того чтобы говорить никакого интернета не было он показывает как заботился о нем в этот человек по нашему то это не церковь и заблуждение но все-таки перед богом то как это будет он старался хотя и не в церкви рассказать о боге он ничего не знал тут малограмотный и он любит свое дело мы тоже это даже принять во внимание по вниманию а с какой целью но с тем чтобы с ним самим когда-то встретиться и поговорить видите какие положительные у него качества и так здесь узнали где священники сразу другой съездят а потом может быть если людей будет много деревни и батюшка приедет конечно дорогу оплатить надо у нас обороны 150 километров и наш батюшка ездит каждые через две недели к через две недели все что-то и приедет еще там транспорта никакого нет на своей машине можно приехать узнать сколько стоит платите там и священнику десятину ему это будет не в ущерб вот и весь ответ потому что вот наш батюшка именно так когда это вам когда в рубцовске было да к там было наберется больше 200 километров мило туда туда у ездил реже но он ездил его посылали даже красноярск от около 1000 километров уже и он туда ездил вот ответ так и передайте скажите что этого просто выполняется при полном вашем состоянии немощи даже а если уже 10 человек и 10 вопросов нет и даже они самостоятельно могут содержать священника десятина десятая часть доходов все что у них есть прибыльные они должны отдавать ему меня-то иногда спрашивают люди потому они поняли что нужно 10 на куда я должен отдавать ну где вы находитесь там а я не хочу там священник такой он у него все если перешаги через это ты же к нему идешь если не идешь вопрос другой принял крещение вот у нас есть ребята которые с екатеринбурга они приезжают другой там кемеровской области это людям здесь приняли крещение и они платят десятину здесь там они ходят церковь но не причащаются причастие определяет твое местонахождение членство твое все просто но я не досказал но если батюшка умрет его не будет как мы у нас же священника нет но сегодня учатся семинаристы тут есть но это все такое шатко ненадежно мы можем пригласить священника с московской патриархии пригласить а проще всего несколько человек постятся идут по разным храмам причащаются чтобы одеты были по форме по нашему не как что скрыться тайно чтобы не узнали что со мной связаны я против этого и даже когда крещение принимает говорят священник-то крестит но только чтобы он не знал что ты моченый был вот как вы советуете ну можно так это ничего не значит но я против я просто не принимаю это дальше зайдет разговор священника могут крещущих а он скажет а я ничего не знал но и дальше уже разговоры пойдут когда тебе надо будет оправдываться зачем тебе это ты обязательно найдешь человека который тебя будет упрекать то ты священнику не сказал у меня такой подход делать все открыто я живу просто открыто у меня вообще ничего нет мы все записываем людям это интересно да вы ставите там где-то вот сейчас только поставили сколько там дня две недели 169 посещение так открыто я недавно только несколько часов там 49 а уже почти 190 посещений как делаем русскую печь а чего идет я конкретно с ребятишками показывают что делаем и занятие в воскресенье были они опять у нас вот выставлены вот у староста потерялась ему пахал и деталь потерялась там сошли круглая такая через которую зерно течет под землю и заваливает он обратился к нам чтобы нашли его пошли но ребятишки то такие маленькие распределились и пошли по полю и мы нашли его и все это записали его увидите какая съемка волония стоит он снимал прямо профессионально так получилось как мы идем обратно и а вот там на бугре залег и как трава колышется и мы довольны все я нашла то как раз галли она в лагере у нас не трое да не трое а четверо ребятишек и три дочки караси вот но я превознес ее видишь как ей бог открыл она как колумб открыла америку шла рядом я бы увидел прямо ну совсем рядом я мог увидеть но нам не избавило от этого такой напор славы и на нас смеется вот так потом мы ничего не скрываем маленькие дела свои показываем ходили за солодкой как и застряли показать как или себя дети как мы там обедали то есть этим мы показываем вот даже ходили как сегодня как мы относимся к просьбам которые к нам поступают как там были как расставляли володя все это заснял потом на барнауге соединят там ролика получилось много сегодня брали зерно для голубей как мы там насыпали как приведем и как дальше наверху было и ну и все маленькие засняли матушку то упустили я было заснять я в ней как бы арендую крышу там она мне чуть не турнула сегодня уладила все потому что на мы же наверху вот будет боль какая-то от голубей да не будет никакой мы все убрали чисто у нас привезли много зерна там такие как туисы заложили а потом еще и мешки да как мы их подвесили это мы все покажем потом людям интересно показывает другой раз что попала я показываю любовь голубям как можно не любить а то любят свиньи еще свинья рюкает и вся голубь воркует понимать надо понимать как шариков говорю это не то что коты какие-то слоны видишь как любом деле почему я спрашиваю и начинает тогда вместо своей фотографии к счета выставляет это не люблю я хочется видеть глаза человека у меня лишь какое фото везде стоит это я зашел в редакцию алтайская правда это центральная наша губернская газета но фотографа знакомой давай меня фотографировать у меня вышло 13 клип это время открытым окном а их потом будет 30 тому но и все это в печать поместили на фотографии это четко и ясно но я ее поместили там ничего нету обычно еще вот эти люди они хотели присоединиться к единоверцам им нравятся старообрядческие традиции что это сохраняется как бы я им сказала что есть вот такая деревня и новообрядцы они все тоже соблюдают русские традиции благочестивые деревня такая мы конечно далеко с америки да и тем более на русском они не говорят вот есть там в америке они отошли от менонитов амиши там какая форма они одеты как ну вот это можно зарядить просто амиши по всем признакам это секта у них нет священства меня дальше уже не интересует что там да со мной все могут смог это не истина все это за пределами церкви а вне церкви нет спасения нас нападает другой раз вы говорили патриархия сталинско-бериевская а сами там к ней так относит ничего так все совмещается несмотря на то что она сталинско-бериевская это действительно так образовала сталин и берега ничего я признаю благодатность и от приезжает у нас теперь он митрополит здесь вот его письмо и должно быть опубликовано в интернете прислала мне письмо хорошая просто хорошая и вот единоверцев сказали это нежизненное а у них кажется один всего храм на всю россию старообрядцы вот которые держат зато я у них еще не встречал никогда чтобы у него на забота о благовестии вообще этого нет мы не считая там вышестоящие кто-то чтобы всеобщая была проповедь этого нет мы наши корни старообрядческие поэтому мы хотели беспокойся я среди этих людей много времени провел церковь они никого не признают а герман стерлингов их не признает это а мы наоборот все признаем 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 все вселенские церкви и католиков и григориан армян у нас очень широкий диапазон но мы дальше этого не идем я просто признаю это действительно так они имеют священство от апостольских времен и они самые настоящие церковь хотя там есть и разные ирисы что такое ирис это заблуждение разве в израиле не было заблуждение господь говорит вы западе предание вашим заменили заповедь божию но пришел он к ним пришел к своим написано а свои не приняты с они уже так вознеслись иудеи самарянами не знают но вот это единоверчество и есть то есть мой старый обряд а что он старый обряд это старый-то обряд он и не такой старый тысячу лет назад был а две тысячи лет назад какой был обряд они хотят даже говорить перстом одним одним златоуст пишет изображали крестное знамение одним перстом и все они это никак не принимают вот только два но два еще дальше но на 3 троица до хрис на кресте то умирала не троица и не умирал бога человек а умирал человек человечество почему божество бесстрастно и поэтому католики которые крестятся пятью пальцами это правильнее потому что человечество христа претерпела раны 5 на руках где на ногах две и вебра мы образно как бы говорим то господи благодаря твоим страданиям пяти ранам которые нанесло тебе человечество в моем лице игры грешное честиство моё спаси меня показывает мы говорим ему крест который изображается ты шедший с небес и пострадавший рожденный через деву марии меня на левой стороне оказавшиеся через грехи переведи на правую я вставляю свои слова все понятно и поэтому в двуперсии и троеперсии элемент ереси элемент ереси и доказывать ничего не надо божество бесстрастно а то и другое показывает божество три пальца это троица троица на кресте не страдала почему он к отцу небесному взывал туда же доказывать еще не надо настолько все ясно но как молятся вот баптисты они просто станут и руки там перед так вот возьмут это но они так научили спасение это не в этом это это внешняя сторона но внешне отражает внутренние внешне одежда твоя как-то одета как внешне там не так что накрашена ничего не значит значит и очень много значит очень много потому что это мир проявляется а дружба с миром вражда против бога а я не дружу с миром мало что ты не дружишь и дружишь а живешь по-мерски вера есть живая есть мертвые и бесовская и когда начнешь разбирать димитрий смирнов потому что такого патриарха рядом и говорит у нас у православных сегодня бесовская вера без веры это три пищи тому даже не три пищи вера без дел мертва это мертвая вера а когда делают дела дьявола а лгут и проще ведь те люди которые сегодня издают закона уничтожает сельское хозяйство что здесь стране безобразничает номенклатурщики вся эта шатия братья ведь если что они будут считаться православными они в детстве были моченые они как разбойники ведут они грабят народ они придумывают новые и новые должности чтобы только ограбить человека я не знаю сегодня что тут приезжала женщина ее едет машина как рафик остановилась вылезли напротив а я тут на улице был и мужчина подошел поздоровался ну как дела в доживы но и сколько вас человек тут вот статисты приехали переписать ну иди проверь еще проверять буду там правый крайний двор там в эти барабаши глюда на слева батюшка там разговаривать и проходит время я тут работаю готовим у голубей там мешки подвешивать куда батюшка звонит это да женщина спрашивает можно ли побывать в лагере детском настолько слышала нет я говорю нельзя она хотела посмотреть мне хотела это надо варианты это ее хотение она единственно верное правильно она хотела но это неисполнимо без моего ответа и ответа нет я печалюсь тоже а почему нет ну потому что она одета в брюки мерзость мерзость не должна у нас быть для нас это мерзавка она знала куда едет но на этом конец телефона выключат она не будет лагерь независимо приезжает там кто милиция или где мы должны остановить и сказать наш трескот и нам угрожать не надо они нам ничего не сделают ничего абсолютно мы выдержали 15 комиссии один год брякнули о нас это громко упнулась потом по всему миру и все они примеры которые были враги вообще никого нету а мы как были так и есть вот говорю об одном дне и какой у нас день насыщенный был все не то что я что-то свое здесь это устав у нас такой это не мое устав наш зарегистрирован в краевом отделе юстиции вот так ну вопрос вопрос еще давай переводила беседу олега стеняева с мусульманами поэтому объяснял принципе не слияльности божества человечества ты не понимаю просто когда каноны мы читаем суббот субботней службе говорится что как бы бог слился с человеком чтобы как бы нас возвести божества олег стеняев наоборот говорил что божество никогда не сливалось человечество вот это не могу понять он пришел от а миссия христа когда говоришь человечеством это имеется ввиду наш начаток начаток из земли адам прах и господь родился через зеву мари и этот начаток получил и мы поем лепоту обличейся в лепоту то есть в красоту человеческого тела мы так привыкли глаза лоб уши там это настолько сложно настолько красиво мы любим кошку собаку еще сравнивать адам видел и кошку и собаку но однако господь увидел что ему нет подобного и поэтому божество с человечеством имеется в виду в водами водами то есть он принял плоть а как адам какой был и такой же он родился христоса девы марии в этом а не то что с каждым человеком и где-то поэтому что они имеют ввиду то те и другие правы и олег стеняев прав и правы те но только надо дать пояснение что они имеют ввиду не совсем человечеством а в человечестве по адаму с родству и он стал подобен нам и по виду стал как мы он у него было такое же все у христа и ногти и глаза и волосы даже знаю теперь какой рост его был метр восемьдесят чем-то вот даже поэтому туринской плащаницы можно определить какой был вес христос был худощавый поэтому ну какой допустим так как уже принято считать это означает что вот в таком виде бог явил себя человеком вот ответ то есть правы и те и другие но они имеют разное виду а не он обеет что божество проникла во всех людях рожденных нет речь идет только о христе принявшем плод через приз на деву преблагословенную деву марию вот здесь божество соединилась человеком человечеством он бога человек так и называется бога человек а с этих резьбу и человека бог смотрите вот ответ еще одно стих есть у апостола павла что если мы надеемся надеемся на иисуса христа только в этой жизни не помню как там точно сказано то мы исчезнет что да да вот как это понимать правильно понимать так что человек надеется значит он воздержит от какого-то греха но надеется только в этой жизни не заботясь о будущем он несчастнее всех человек царства небесного не получит так как для ради этого не делает и здесь он боится то сделать лежит вещь боится своровать боится сблудить боится еще что-то и он самый несчастный человек а этот пьет полной чашей грех который неверующий плевал он на все нравственные законы каждый день пиршествует блистательно у него все здесь есть а какой-то нищий лазарь пошел вон выгоните его как алексея божий человека слуги там издевались над ним вот так и здесь мы должны верить для будущего я верю и жду встречи со христом я это все делаю для бога в боге прославить его своей жизни чтобы не делать мне до всего есть дело почему потому что она в пределах досягаемости а если это меня не касается его нет господь и не допускает я вот детским лагерем вожусь эти вот кто рядом те видят я остаюсь и здесь как бы утром а на самом деле я с ними утром пришел перед завтраком на один час раньше там рублю колю делаю пилю там вместе с ними и разрешаю вопросы какие были недоуменные и надо мне это я вопрос так и не ставлю мне это как раз то что говорит доктор прописал у меня есть опыт у меня есть друзья которые приехали которые готовят дети которые прислушиваются у меня нет такого сейчас чтобы сказал дети бесконтрольная и они не подчиняются у меня нет таких и практически их не было если было только на полдня были такие специально подосланные свои щекотелы мы избавились от них все вызвали родители там едок до копейки заплатили что мы не истратили на него и до свидания ворота закрыты это мое право потому что ему это лагерь не нужен молиться не надо послушание не надо уставы не нужно зачем моих ребятишек давит как воробьёк у меня был такой я его выгнал а он потом стал иродиаконом иродиаконом сдуру девчонка понравилась ему посватывался она не пошла и он чтобы досадить ее принял монашество что там говорит это прямо из такой семьи многодетный и отец так у него священник отец но потом пришел ко мне знает что я отношусь так монашество на мне многие натыкаются и ну знаю я как монашество отношусь что в таком виде она не нужно принесло страшное зло я говорю больше чем коммунисты фашисты масоны все вместе взятые сто раз больше монашество принесло зло почему они самые ценные высасывали я номерала но тут когда они ко мне идут с вопросами я говорю вопрос решен ты перед богом дал обед епископ тебя постригал все заряжи на узел и чего больше тебе не надо женился женился и потерял веру полностью потерял был у нас тут и романах один это же он тут что-то недовольный был чем-то на меня там написал 19 том открытым окном 19 посчитайте запомните там подробно как он курсовой писал а потом отрекся женился там вроде ребенок но мне помог издать новый завет советом как набирал я его постоянно поминаю для этого был и романах нападал она по гражданскому николай николаевич и я всех прошу помолиться за ними потому что он сделал очень большое дело новый завет связи востребовал трехтомник и остальное дальше с 8 тома я уже сам берска занимался но это благодаря тому что жил у меня на на втором этаже на нарах на этом на кровати на шконке так сказать надо помнить это да он начал делать не то что положено но это он делал а я призвал молиться о нем у меня враги такие бывают прямо творят дела я всех призываю них молиться почему на того он делал не я он говорил да полугал я жалкую об этом как жалею я жалею может быть он покаяться и он усиливает мою молитвами он даже не знает а вот а мне не надо знает он или не знает я знаю у меня назначение вопиять к богу с позиции вечности все это ничто никакого значения не имеет кто ты был где ты был написано там давид не салмопевец давида в житиях святых разбойник один был и господь его принял и наказал наказал его что он стал немой не разговаривать а он тогда возопил богу то в уме своему и господи вот когда там материл бога там вот такими словами и ты ничего мне не делал а теперь я бога хочу славить аллилуйя петь а ты мне уста закрыл господь говорит ладно тогда когда бога славишь можешь петь говорить но ни с кем разговаривать ты уже не будешь будешь раскрывать а слов нету просто на этом остался другой моисей мурин разбойник глава атаман был бог не смотрит на это что это наше тут земное существование наши таланты и прочее бог видит сердце а человек видит лицо это когда господь избирал царя пророка давида сказала все это выставлял сыновей 7 одного за другим какие невидные статные и господь всех ответ а кто еще есть никого нет больше детей детей меня нет еще меня бог тебе послал да есть там пастушонок это на вот и пастушонок маленький и он будет помазан на него масло вы забили будет разбито он будет благодатным а потом сделается таким будет горько плакать оставить нам пример покаянный помилуй меня боже видишь как и поэтому говорит кого-то примет не примет мы не знаем мы просто доверяемся я никогда бы давид горит не ходил великой для меня недосягаемой не смирял я души мои как дитя отнято от груди матери дитя отнятое когда она рвется грудь питался и то так и есть господь дает мне знание а вот я нахожу вопрос сейчас так и отвечал за пять минут с вами задают вопросы вот ангелы они ангелы имеют и свободную волю а вот богу вечности это что благодарность а человека так нужно я никогда таких вопросов не задавал и задавал не отроятся я никогда не спорил с католиками я с католиками буду говорить о папстве это я никогда не приму и обороне что безбородие не крестят и не причащают вот это вопросы которые я опровергать их веру там филиохла от отца и сына исходящие это святые отцы половина папа не ловят понимали по-католически как надо проще на это все смотреть в очах божии многое выглядит не так как мы думаем в раю совсем не так как показано это все дается причин на самом деле это не так я даже такое выражение как бы сказать принял она у меня родилась все что в библии написано о боге это неправда не правда то есть это все антропоморфизм очеловечивание как-то нам приблизить дать понять более понятным сделать бога бог не такой бог есть дух а дух который захватывает всю вселенную ну как ты можешь увидеть у бога нет ни глаз ни рук ни ног хотя говорит про стру сапог мы на еду ему это надо понимать как алигория сравнение всемогущество так я никогда не ходил великой для меня недосягаемой это давид говорит я это принял для себя я просто не задаю таких вопросов а хочется узнать мне не хочется это узнать если нужно бог откроет может и вечности у меня нет ни одного вопроса которого я сильно хотел бы вот которая собрался бы собор православный я бы задал там вопросы и вопросы мои простенькие простенькие ну например я задал вопрос зачем 40 раз господи помилуй считать господи помилуй господи помилуй зачем что бог глухой зачем это придумали а можно говорить не один раз может дважды только дважды даже не трижды господи мой господи давид говорил и вот так надо через это не переходить у меня мнение есть но они из 40 я стою храну я против и могу доказать что это неправильно это неверно это неверие наше бог прощает воззови ко мне я возвал и нужно еще 39 добавить 40 раз у армян сто раз господи помилуй зачем достаточно сказать господи помилуй и бил себя в грудь говоря боже будь милостив ко мне грешному будь милостив ко мне грешному они те же слова один раз пришли на память не смирял ли я души моей как дитя те отнятого другие матери я не ходил великое для меня недосягаемое она великое страшное я живу очень просто весело я постоянно радуюсь у меня нет ни одного дня в который бы я не радовался что не делает написано что не начнет успеет у меня надежда васильевна жена моя она тебя все сходится а я все не успеваю почему потому что я не ставлю этой задачи даже я знаю это надо сделать я выхожу и делаю вдруг люди помощники вот как сегодня мы столько загрузили пшеницы сделали прошли поле там не искали а сколько еще было как мы готовили эти крючки там повесить и вдруг оказался тут никита рядом и пошла надежда васильна подошла интересуется что делать они знают а я говорю никто это не делает никто я еще больше нагнетаю тайны а если бы узнали то стали бы нас может быть даже и поносить и смеяться над нами и чем занимается голубями на голубями это куда мешки там балки идут я крючки сделали цепляем а внизу мешки что мышки то не ели то но так я и не сказал вот тебе забота теперь что же там и делали эти девушки сколько лет а ты как 30-летняя в расчеты меня 30 лет я больше 25 лет не даю а ты 30 лет и еще веселее по тебе и ненавидчество это как человек воспринимают вот на днях то есть вчера прибыл у нас один протестант я толком не знаю откуда он бывшая наша православная она ушла неизвестно где она теперь а дочь или на замужество 5 дочерей и вот будто вы уже баптистом приезжает где-то я не знаю как он попал к нам там поговорили я пошел сестры накормить его а он приехал у них меньше братишка какой они пообедали мы пошли фильм смотрели вижу и он пришел пришел сюда мы смотрели фильм форпост форпост если не видели посмотрите форпост там монахи около вот молдавии около румынии как они там дети ухаживают строят храмы и проще и он побыл я немножко с ним поговорил о нем уже мне маленько сказали вот видишь мать-то куда но она так понимает это ее дочь или кто-то вмешатель или что-то я мог бы сказать но у меня не спрашивали я бы мог сказать так если сватаешься за дочь познакомься с матерью как правило яблоко от яблони далеко падают если ты же знакомишься с женихом постарайся с отцом познакомиться узнать а он не такой но если он убирал он не такой но все-таки корни идут оттуда вот это я могу ему сказать не указывая конкретно но если бы спросил а вы что ведь можете сказать о моей ну вот она как бы уже и тещу я бы сказал какая она хорошая мать какая она огородница но православие покинула ушла из-за этого горько будет раскаиваться вечности какая секта может сравниться с красотой православия чистоту и целомудрием православие это все объятность но не спросил я не ответил я только вам говорю но у меня уже ответ был готов но он говорит что на нашем ю тубе а может быть еще зайдет мне показалось он поедет на мотоцикле или на чем-то чем мотоцикл это был его его он солейско сам вот так узнали как звать петр ну только что я сам на молитву сразу меня один путь и господи благослови его и откроем истину твою я в детстве он сказал кому-то что из детства верующих я этих слов боя детства верующие это значит не верующий верующий ты моисей написать придя возраст предпочел страдать с народом божьим нежели иметь временное греховное наслаждение и прийти возраст это не только в годы это означает ты возмужал духовно и знаешь вот священники меня иногда упрекают а я володе сегодня говорю он смеется они как это вы храм бога живого вы храм вы все все мы храм бога духа живого мы не отрицаем тот храм где молимся если священники мне говорят я могу сказать я печник на 40 лет печи делал и моя задача что печь не дымила она должна обогревать не должна дымить вот это я делаю как печник а у вас но допустим если человек как хижина из которой человек душа выходит переселяется в новый павел говорит имеем жилище нерукотворное так и здесь вы вы строите свою печь из человека так как бы обогреватель я так в образе говорю а вы священники а ваши печи все дымят на дымят еще не как-то табачным дымом а у меня ни одна печь не дымит она только греет и сразу останавливается это как-то вот так вот так мои печи греют людей а ваши замораживают кровь и жила они подобные вам делается на меня не надо наступать потому что я иногда могу что-то ответить не каждый понесет это время вот так спасибо ну что еще пока все все пока но когда будете путешествовать с сестрой валентиной когда молитв четверг четверг вы с самолетом остановка в москве а из москвы до марнаула ну тут встретит я не знаю кто если касается идти в загранслужбу когда видимо виктор приедет туда а так то можно было бы наказать зря деньги то не тратит даже 150 километров это триста там 50 рублей два раза туда сюда уже 700 для нас это большие деньги а 700 рублей это 10 всего то может быть евро ну там не 10 а 15 евро ты просто засмеешься скажешь как так жить а мы живем у нас все есть он хлеб печет виктор вот печь у нас русская первые же дети сделали мы довольны мы радуемся у нас всех всего хватает и воздух чистый и дети хорошие и обслуга прекрасная и бог нас любит слава христа нам просто надо отметиться в этой миграционной службе я ничего не знаю город не знаю чужая страна это надо спросить никиту куда тем более женщина чужой стороне ну вот всем я покажи да еще между нами станет папа то не хотел победишь володе володя видишь он сегодня я его одного оставил работать когда вас бросили идет весь в крови вижу руки в крови и лицо в крови я сразу стал думать работа простая сброшенная оттуда помет надо широко разбросать и все что на какой-то гвоздь напоролся или что работа жажда там такой пылища нас не видать ну на чердаке где-то а у него носом клынула кровь и он еще тогда я сам не понял что но батюшка говорит правильная горит холодной воды это волдо его тряпку смочите и вещь я начал о нем заботиться культизатор возьми выходной у нас до ночи ночью здесь я за тобой ухаживаю да нет да нет да ну я сказал может быть он боится что обстановка другая будет заскучает вот так я только представил все молоде него это и как я буду плакать мы так сроднились сколько лет живем вместе потерять как дорогого сына а он как котик приблудный неизвестно что это бог так вот делает потому что человек формируется вот никита здесь он уже мне много замечаний получает у володи таких не было не было он копил их себя потом трах бах схватил велосипед и попер в Барнаул сбежал паразит такой мы тут все подумали поговорили он вернулся потом ну-ка покажись пусть он посмотрит на тебя 150 километров на Малайфе вот он беглец а теперь все это позади это не 42 сколько ты бегала 150 150 на велосипеде это господь так дает чтобы осознал уехал а здесь ждали мы все объявили молитву бог так вот и все тогда прощайтесь но мы смотрели воскресенье крейсера соната льва толстого ну и там василий поздняков поздышев поздышев говорит и всем смысл жизни в чем в разврате утонченном разврате как парижане знала то что французы они падки на это это недавно я прочитал такое у нас назвали притчи там а другая анекдот англичане англичанка француженка и русская женщина но как ты вышла замуж на что а так говорит как я только вышла замуж все расписались я сказала в комнате убирать не буду готовить не буду поэтому как хош так и если к этому не приучили англичане то он что ушел на день гляжу нету два гляжу нету на третий день пришел какую-то машину и вот сейчас машина все делает убирает а француженка говорит и я тоже парижанка такая я тоже мужу сказала убирать не буду рожать не буду там еще что то ну и что вот ушел гляжу день нету лежу 2 нету на третий день приводит служанку и сейчас служанка все убирают а русская и русская туда же я тоже сказала своему как женились что не буду убирать и готовить не буду но и что так деньги гляжу не видно два гляжу не видно на третий день левому глазу и чуть-чуть стало видеть поняла так что для русских этот номер не пройдет она два дня ничего не видела она 3 только левым глазом чуть-чуть открылась ну ладно давай до свидания ждем с богом дождем они господи на работа на работнику до кухня пекарь и те которые с ними отпускай покаяния хорошо злогом злогом